Здравствуйте! С вами программа День города и Марина Комиссарова. Смотрите в ближайшее время в материалах моих коллег. Трое рязанцев нарисовали 250-метровую фигуру космонавта Леонова на снегу. О рисунке стало известно даже в космосе. В День космонавтики свою работу команда презентовала на всероссийском уровне. Актуальный диалог о жизни, о призвании, о людях. Мэр города рассказал школьникам о своих секретах успеха. Проект продолжится и станет регулярным. 78-я река жизни. Рязанцы уже 15-й год безвозмездно сдают донорскую кровь, чтобы помочь нуждающимся. 12 апреля. Дата, значимая для всего мира. В России отмечают День космонавтики, в других странах – День первого полета человека в космос. Внимание землян в этот день особенно приковано к неизведанному и таинственному, непознанному, но влекущему космосу. Мы вспоминаем историю полета Юрия Гагарина на орбиту Земли и говорим о будущем, о технологиях изучения космического пространства и перспективах взаимодействия с космосом. Подробнее Анна Герцовская. Начнем с того, как наши рязанские астрономы-любители празднуют и популяризируют День космонавтики. Второй год подряд они исполняют изображения космонавтов на снегу. Работа кропотливая, производится с помощью GPS-оборудования. В планах у рязанцев сделать нетающие рисунки в нашем городе, выполненные из цветов. В 2016-м ребята нарисовали портрет Юрия Гагарина. Видеосъемка этого действия, совершенная с помощью коптера, облетела весь мир. Получилось так, что мы приобрели еще новых друзей, которые предложили нам. Ребята, ребята, у нас вот есть связь с космосом, не то, что там какие-то чакры у них открыты, а именно связь с МКС, что люди могут просто сфотографировать вашу картинку. Давайте скорее координаты, и ребята, все поздно, в апреле все растаяло. Представители МКС, рязанские астрономы обменялись контактами, чтобы в следующий раз успеть запечатлеть шедевр. И в 2017-м году рязанцы решили нарисовать картину, на которой изобразили Алексея Леонова, человека, впервые вышедшего в открытый космос в скафандре. В качестве эскиза они взяли малоизвестную иллюстрацию космонавта, по их словам, скорее всего, из детской книги. И в этот раз заснять картину из космоса получилось. Помог в этом беспилотный спутник Земли. По-моему, американский World View 1 запущен в 2007 году. Разрешение съемки составляет 50 сантиметров в пиксел. Ну, то есть, точка, которая формирует картинку. Ну, это достаточно оказалось. Этот проект вызвал еще больше резонанс. И в день космонавтики рязанские астрономы выступили на питерском телеканале в прямом эфире утренней программы. Связь была установлена с помощью скайпа. Питерские журналисты два часа с утра посвятили теме космоса. Связывались с экспертами, отличившимися людьми, выясняли подробности развития космонавтики в наше время. Так что и наши рязанские астрономы рассказали миллионам людей о своем замечательном увлечении. Здравствуйте! Доброе утро, Рязань! Доброе утро, Рязань! Питер, привет! Питер, привет! Расскажите, пожалуйста, как пришла вообще в голову и кому пришла в голову такая замечательная идея? На самом деле мы геодезисты по профессиональной своей принадлежности и часто имеем возможность работать именно с космоснимками. А современные технологии, такие эффективные технологии, позволяют нам определить координаты места и не только определить, но и показать эти координаты. И пришла идея, почему бы эти координаты не сложить в рисунок. По профессии эти люди геодезисты. У них есть уникальное оборудование. Эскиз Леонова они сначала загрузили на компьютер, он был обработан и после этого, держа в руках специальные антенны, по GPS-навигатору двигались по нужным координатам. Несколько раз протаптывая линии, общая длина которых 4,5 километра, а расстояние от головы до ботинок космонавта составило 250 метров. Это в принципе для нас нормальная ситуация, то есть мы можем в день проходить и больше, причем не просто налегке, неся на себе и оборудование. Выполняя умственную работу. Умственную, физическую работу, ногами, головой. Это не жертва, а любовь к профессии и к астрономии. Стоит сказать, что картину рязанцы нарисовали со второго раза. До этого Леонов был в два раза больше. Однако, облака и сильный ветер помешали осуществить съемку с коптера и из космоса. Спросите, почему в итоге фотографию нарисованного космонавта сделали не с МКС? На станции любая минута расписана. И именно в этот момент свободнее оказался спутник, занимающийся съемками из космоса. 12 апреля российский космонавт, который в данный момент находится на МКС, поздравил всю нашу страну с праздником. Космические исследования – это настоящий локомотив развития земной цивилизации. Каждый год совершенствуются ракетоносители и космические аппараты. Мы проводим все более сложные научные и медико-биологические исследования. Развивается Международная космическая станция. Появляются новые модули. Человечество движется вперед. Освоение космоса – это не просто желание узнать о возможности существования жизни вне Земли. Без полетов за пределы атмосферы мы не могли бы иметь то, что сейчас кажется привычным. Развитие науки, космоса, теория относительности, которая позволяет определить GPS-положение на Земле с точностью до 5 метров, без нее разброс был бы в 5 километров. Сейчас все это нам на пользу. Развитие космонавтики можно назвать лавинообразным. Большой скачок позволит улучшить жизнь землян и дать новые сведения о Вселенной. Не за горами и пилотируемый полет на Марс. Астрономы говорят, что это лишь вопрос времени. Из новинок также хотелось бы отметить инновационный телескоп, проект которого сейчас разрабатывается. Грант от НАСА на реализацию идей получил студент из МГУ. Он планирует запустить телескоп в космос. Они там уже есть, поскольку без атмосферы Земли наблюдение за Вселенной более чистые. Но в этот раз студент решил использовать хитрую с физической точки зрения для оптики возможность. Солнце будет являться гравитационной линзой, чтобы приблизить более далекие объекты космоса, в том числе для исследования и экзопланет. Сегодняшнюю дату для празднования Дня космонавтики выбрали не случайно. Именно 12 апреля Юрий Гагарин впервые отправился в космический полет. И, пожалуй, каждому рязанцу известно, что первый человек в космосе тесно связан с нашим городом. Подробнее Валерий Седов. Дом на улице Ломоносова на первый взгляд ничем не примечателен. Только скромная табличка с торца здания гласит, что в 55 и 56 годах здесь бывал Юрий Алексеевич Гагарин. Когда-то стену дома украшало граффити с изображением космонавта. Но после перекраски дома не стало и его. Теперь не осталось практически никаких напоминаний, кроме таблички, что в этом доме гостил такой великий человек. Но память, как известно, хранится в людях, а не в вещах. И нам посчастливилось встретить человека, который, по его словам, лично встречался с Юрием Гагарином. А сколько вам лет было? 15 лет. Мы идем, брат его, Валентин, Юр, вот, говорит, твой тезка. Он, здоровый тезка, еще мы подъездим. Подъездим. Здоровая тезка. Я говорю, здравствуйте. И вот этой рукой лично я с ним здоровался. Руку потом не мыл. Сегодня это памятное место посетили ученики 41-й школы вместе со своим учителем. Вначале слово взял представитель префектуры Октябрьского района. Юрий Алексеевич Гагарин, первый космонавт нашей планеты, совершил свой легендарный старт. Все мы помним его знаменитые «Поехали». Это событие, безусловно, стало самым главным и значимым в 20 веке. И благодаря ему, именно, так сказать, наш человек, именно наша страна сделала первый шаг в освоении космоса. Вот, с чем я вас и поздравляю, вот, с днем космонавтики. Ученики читали стихотворения о безграничности космоса, первом полете и о великой улыбке Юрия Гагарина, покорившей мир. Также они рассказали факты о том великом апрельском дне 1961 года. Когда не забудется солнечный день, 12 апреля 1961 года, Все радиостанции страны, прерывав телепередачу, сообщили неожиданную новость. Говорит Москва, работают все радиостанции Советского Союза. Передаем сообщение о первом в мире полете человека в космическое пространство. После возложения цветов ученики отправились в библиотеку, где им показали любительский фильм о визите Юрия Гагарина в наш город. Но перед этим они поделились с нами впечатлениями и мыслями о космосе и первом полете. Он был самым первым человеком, который полетел. Он, грубо говоря, сделал большой прорыв. Это как бы прежде всего гордость нашей страны, это слава, так сказать. Можно гордиться, что я живу в этой стране, но горжусь этим человеком. Как вы думаете, какой вот он в космос? Да, большой, загадочный. Красивый. Космос, думаю, что он многолекий. Он порой загадочный, порой, наверное, тревожный. Порой, в общем-то, не столь таинственный, сколько опасный. Космос чуден, темен и глубок. И всегда притягивал нас своей неизвестностью. И гордость вызывает то, что его покорил именно русский человек. Юрий Алексеевич Гагарин. И имя его навсегда останется с нами. Сегодня стартует новый проект «Актуальный диалог о жизни, о призвании, о людях». Проводиться встречи в рамках проекта будут в формате открытых лекций. Школьники познакомятся с историями рязанцев, добившихся успеха. По итогам цикла лекций будут изданы буклеты «Секрет успеха» для выпускников рязанских школ с полезными напутствиями и советами. Старт проекту дает глава администрации города Олег Булеков. «Когда ты достигаешь чего-то, очень важно, чтобы с тобой в команде были умные, креативные и талантливые люди». Так сказал глава администрации города Олег Булеков. Он сегодня выступил перед учащимися старших классов. Олег Булеков рассказал школьникам о своем карьерном пути, где учился, как поступал в институт, а после стал преподавателем. А также, почему выбрал специальность товароведа. Идея абсолютно правильная, потому что у вас впереди светлое будущее, и это будущее нужно выбрать. И выбирать его нужно уже сейчас, потому что каждый из вас должен, наверное, четко понимать, осознавать, кем он будет завтра. Хотя, конечно же, в жизни могут быть ошибки. Главное, чтобы эти ошибки вовремя исправлять. Школьникам было интересно узнать, что когда Олег Булеков уже писал диссертацию на экономическую тему, ему пришла в голову идея поступить в театральный институт. И он даже пришел на вступительные экзамены. Но, как сказал глава города, совершать ошибку он не стал. «Это было очень интересно узнать. Столько интересных моментов из жизни такого высокопоставленного человека. Мне кажется, это очень правильно, что он ходит и рассказывает детям о том, чем он занимался, когда был младше или в нашем возрасте. Это все очень интересно и правильно, потому что мы… Это какая-то паника с выбором профессии. Это как-то помогает нам с выбором». Формат живой беседы – открытый диалог. Таким станет проект. Со школьниками встретятся представители власти, бизнеса, медицинского сообщества и расскажут, как они добились успеха и какие трудности им пришлось преодолеть. «Всю жизнь надо учиться, и всю жизнь нужно работать. Причем все, что мы в этой жизни делаем, мы сначала это должны делать для общества, а потом для себя. Поверьте, отдавать себя обществу намного приятнее, нежели получать». «Достаточно интересно все рассказал о том, как добился своего, так сказать, успеха в главе администрации. Потому что было очень интересно послушать то, что даже не обязательно, какая твоя была начальная профессия, что упорством и трудом можно прийти к абсолютно всему, в любые успехи, в высоты, в полет, так сказать, куда только хочешь попасть. Главное быть целеустремленным и трудиться, учиться. Как говорится, учение свет, а не учение тьма». Акцию «Река жизни» в городе Рязань с 2002 года проводит Рязанское областное общество больных гемофилией при технической поддержке областной станции переливания крови. Сотни людей пересмотрели свои взгляды на донорство и стали помогать ближнему не только словами, но и конкретными делами. Отдельная акция «Река жизни» 78 посвящена Всемирному дню гемофилии. У каждого из нас рано утром, да к тому же в будний день, всегда найдутся дела. Кто-то спешит на работу, другие отводят детей в школы и детские сады, а некоторые и вовсе предпочтут безделие и сон чему-то полезному. Но в эти два дня, 11 и 12 апреля, у жителей города Рязани появилась возможность сдать свою кровь и помочь людям. Акция «Река жизни» проходит с 2002 года. Всего за 5-10 минут у одного человека забирают 450 мл крови. Ее разделяют на три компонента, и все они хранятся отдельно друг от друга. Таким образом, кровь одного человека может спасти три жизни. По рассказам врачей, в первые годы в акции участвовало всего 78 человек. Сейчас такое количество проходит за один день. И с каждым разом их число увеличивается. В среднем 5 раз в год. Сегодня 57 раз. И первый раз, когда я узнал об этой акции, как раз в мой день рождения, 33 года мне было. То есть возраст Христа, как меня спадрил, мы с тех пор сдаем. Честно, это приятное ощущение, что там хоть чем-то мы помогли. Сегодня второй раз я принимаю участие в этой акции. Девушку первый раз. Да, первый раз даю кровь вообще, и в этой акции в том числе я в первый раз принимаю участие. Страшно? Немножко, даже не скорее не страшно, а волнительно больше. Облегчение. Да, чувство. Настроение. То, что кому-то поможет наша кровь. Заявки по крови всех больниц такая акция полностью удовлетворяет. Также есть активные доноры, которые в любой момент готовы прийти на помощь. Если перефразировать известный вопрос из песни Боба Делана, то мы получим другой, более важный. Сколько людей должен спасти человек, чтобы человеком он стал? Смотрите во второй части выпуска. Столетие революции в Рязанском Кремле вспоминают большим выставочным проектом. В рамках его уже действует одна из экспозиций. Горят пожары. Ежегодные весенние палы травы не дают покоя сотрудникам МЧС. Никакие предупреждения на любителей пожечь траву не действуют. С вами снова программа «День города». Вернемся к главным темам сегодняшнего дня. Ежегодно весной сотрудники МЧС сталкиваются с такой проблемой, как пал травы. Халатное отношение к огню и беспечность некоторых людей приводят к плачевным последствиям, справиться с которыми зачастую довольно сложно. Буквально вчера из своих окон жители улиц Большая и Кольная наблюдали жуткую картину – горизонт, охваченный огнем. Полыхали поля за глобусом и жилым комплексом на Большое. Горела днем, в 12 ночи продолжала полыхать. Одна машина МЧС, водитель и два сотрудника контролировали огонь. В эти дни работа у пожарных без выходных. По словам сотрудников, горит вся область. А за вчерашний день это был уже седьмой выезд. Давно прошли те времена, когда обучение студентов происходило в пределах аудитории. Сейчас практические занятия, отработка навыков – неотъемлемая часть учебного плана. Тем самым вузы дают возможность студентам быстрее адаптироваться к будущей работе, а государству – получить подготовленные кадры. Новое место для обучения открылось на базе одного из предприятий. Студенты, получившие такую возможность для практики, учатся в Политехническом университете. Знаком качества любого учебного заведения является развитие. Новые направления обучения, появление востребованных специальностей – все это показывает, что учреждение не стоит на месте. Вот и Политехнический институт открыл новую, девятую по счету, кафедру. Появилась она в автосалоне «Чехи Авто». Само по себе расположение базовой кафедры в работающем автосервисе преследует множество целей. Первое – это профессионально ориентированное обучение. Наши студенты по завершению обучения, они и легче будут адаптироваться уже потом в поседневную жизнь, они, соответственно, будут на рынке больше востребованы, потому что нет разрыва теории с практикой. То, что сегодня мы открываем очередную кафедру, это очередной шаг вперед, и это говорит о том, что Политехнический институт не стоит на месте. На открытии, помимо студентов, направленных на практику, также присутствовали и школьники с инженерных классов. Автосалон любезно предоставил ребятам удобную рабочую форму. После небольшого уступительного слова от директора Политехнического института, студентов направили на их рабочие места. Здесь, в период практики, они смогут изучить работу автосалона от и до. Им показали все рабочие места, специализированные инструменты, и теперь им осталось только освоить самое главное – сам принцип работы. Но впечатлений у студентов уже хоть отбавляй. Как вам здесь? Прекрасно. Все чисто, красиво, интересные люди работают, интересно рассказывают обо всем. Довольно все так уютно, стабильно. Очень перспективное предприятие. Хотелось бы верить, что мы сможем здесь в дальнейшем работать, и на руководящих должностях, конечно, и так далее. Обучение студентов проходит не только на производстве, но и в учебной комнате. Поэтому знания о своем будущем ремесле они получат в полном объеме. И это отлично, считает руководитель отдела сервиса автосалона Дмитрий Казарин. По его словам, обучение студентов непосредственно на новейшем оборудовании, с использованием передовых инструментов, дает им хороший бонус при приеме на работу. К тому же, после практики, молодые люди уже будут знакомы со всем, что есть в автосервисе. Образование на местах готовит студентов к боевым условиям, теми, которые столкнутся на рабочем месте, когда придут, в общем-то, после окончания университета на работу. Вот сейчас у нас из 12 человек, которые работают механиками, четверо пришли к нам со студенческой скамьи. То есть сначала они были у нас студентами, потом уже пришли к нам на рабочие места. В общем-то, сейчас плодотворно работают и являются одним из лучших сотрудников. Новая, девятая кафедра показывает, какой рывок вперед в плане развития сделал Политехнический институт. И это еще далеко не конец. Один из видов спорта, который никогда не выйдет из моды – художественная гимнастика. Конкуренция высока, но тем сильнее закалка спортсменов. Даже если некоторые девочки не станут чемпионками, гимнастика навсегда оставит свой след. Пластику, гибкость и грациозность. Сегодня на спортивном комплексе «Арена» открылись всероссийские соревнования, известные как Кубок Лебедевой. Традиционный турнир, который проходит в течение ряда лет, посвящен Светлане Лебедевой. Она стояла у истоков развития этого вида спорта в России. Именно поэтому ее считают родоначальницей художественной гимнастики на Рязанской земле. За прошедшие 50 лет наш регион воспитал 5 заслуженных мастеров спорта. 14 мастеров спорта международного класса, 6 чемпионов мира и 10 заслуженных тренеров России. По получению мастеров спорта России, безусловно, художественная гимнастика здесь у нас на хорошем уровне находится. Но достижений, так скажем, очень высокого уровня за последнее время не было. Это связано с рядом определенных причин. Конкуренция стала больше в художественной гимнастике. Если несколько лет назад это у нас тоже существовало, но не настолько мощное было, а сейчас это. Потом условия, которые создаются. Мы надеемся, что те условия, в которых сейчас тренируются наши художественные гимнастики, они, конечно, будут способствовать тому, чтобы у нас было больше побед на соревнованиях европейского и мирового уровня. Нам этого очень бы хотелось. Сейчас с появлением новых спортивных комплексов, а также активной жизненной позиции родителей, все больше детей выбирают для себя именно художественную гимнастику. В этих соревнованиях принимают участие 435 гимнасток из 15 субъектов Российской Федерации. Среди них Москва, Рязань, Удмуртия, Башкирия, Калуга и другие города. География меняется, и участники меняются. Кто-то уже вырастает из возраста, появляются новые у нас гости. Но то, что глобально изменилось, то, что мы, наконец, в таком прекрасном спортивном сооружении. Соревнования проходят на высоком уровне, ведь спорткомплекс «Арена Атрон» предназначен для занятий художественной гимнастикой и футболом. Здесь преподают тренеры из государственных и частных спортшкол. Идет активное действительно развитие по футболу и по художественной гимнастике. А зачем мы это делаем? Как все же смысл жизни в детях. И мы, и наша группа, моя группа, и другие неравнодушные люди делают все возможное для того, чтобы город развивался. И наши дети все-таки были не обделены в нашем случае спортзалом. 12 апреля в России – День мецената и благотворителя. Так что не лишним будет отметить тот вклад, который внесли неравнодушные люди в создание подобных спортивных комплексов. Работа над улучшением условий для развития спорта в регионе продолжится. Так, в «Арена Атрон» планируется заполнить спортивными залами и секциями еще два этажа. Ну а что касается этого турнира, в течение трех дней определятся победители по всем возрастам от 4 до 17 лет. Заниматься оценкой выступлений по трудности, артистизму и исполнению на протяжении этих дней будут три судейские бригады. Ну а нам остается пожелать спортсменам удачи. Мы не раз говорили о том, что со сходом снега обнажилась не только земля, но и бытовой мусор. Люди склонны винить муниципальные службы в недостаточном внимании к уборке города. Между тем, мусор не появляется из ниоткуда. Чаще всего сами рязанцы оставляют его вне предназначенных для этого местах. То есть попросту бросают где придется. Мусора в городе много, мусор в городе везде. Но особенно возмутительно, когда бытовые отходы в местах культурного и спортивного отдыха. Так туристы и гости Рязани прямо на территории Кремля могут наблюдать вот такую свалку. Она расположена прямо под кремлевским валом и, судя по всему, никому дела до нее нет. Несмотря на то, что администрация регулярно отчитывается о том, что с улиц городом продолжают убирать мусор и грязь, с дополнительным привлечением сотрудников Управления благоустройства и единиц техники. Рязанский Кремль украшает свалка. Еще одно популярное у рязанцев место – озеро Орешек. Тоже ждет субботника. Вдоль пешеходной дорожки – пакеты, бутылки, фантики. Мусорные баки здесь есть, но и они после зимы переполнены мусором. Уборка на Орешке только в планах. А горожане с детьми гуляют здесь уже сегодня. И спортсмены ведут здоровый образ жизни в нездоровой среде мусора. В этом году исполняется 100 лет революционным событиям 1917 года, которые явились настоящим потрясением для огромной страны. Навсегда изменили миропонимание русского человека, его отношение к власти и внутреннему укладу жизни. Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник подготовил крупный выставочный проект к столетию революции. В экспозиции фотографии, документы, предметы из коллекции музея, которые расскажут о ключевых событиях с февраля по октябрь 1917 года, об их участниках, героях и жертвах. Сто лет назад в нашей стране начали происходить события, полностью изменившие ход истории. В результате революции 1917 года самодержавие было свергнуто, к власти пришли большевики, а Российская империя, по сути, прекратила свое существование. На сегодняшний день даются абсолютно разные оценки этих событий. Однако историки едины во мнении. Революция стала мощным толчком вперед на пути развития государства. Выставка, открывшаяся в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике, носит в первую очередь информативный характер. Тема революции обширная, разобраться в ней довольно сложно. В этом посетителю выставки помогут плакаты того времени, документы и личные вещи революционеров. Правда, в большей мере экспонаты выставки рассказывают о партии большевиков. Потому что информация о других партиях, или тем более предметный ряд, или какие-то документы, ну, со временем, если они попадали в музей, они просто вычищались, скажем так, потому что не нужны были. И сейчас, конечно, трудно нам полностью, объективно даже на этой выставке показать все, что тогда творилось. Чудом до наших дней дошла бурка Михаила Великанова. Именно в его честь и названа одна из улиц нашего города. До революции он был офицером царской армии. Но в 17-м году примкнул к революционным войскам и занимал непоследние чины в Красной армии. Однако в 38-м году его репрессировали. Это большая удача, что у нас здесь музей, вот осталась его вещь. Вообще-то репрессированных их вещи, какие-то мемориальные предметы и даже фотографии просто удалялись. Фотографии замазывались, грубо говоря. Если, например, у нас в фондах музея много групповых каких-то фотографий начала 20-х годов, там обязательно можно увидеть замазанные лица. Значит, этих людей просто репрессировали. Оружие революционеров, деньги России того времени и даже раритетное знамя с известным лозунгом «Мир хижинам, война дворцам». Все это позволяет перенестись на сотню лет назад и даже пройтись по революционной Рязани. Так, например, в этом всеми узнаваемом здании заседало Временное правительство. А в нынешнем музее истории молодежного движения, которое до 17-го года было резиденцией губернаторов, собирались первые советы рабочих и крестьянских депутатов. Кстати, смена режима в нашем городе прошла тихо и без жертв, чего нельзя сказать об области. Здесь же на этой выставке можно увидеть макет знаменитого агитационного поезда всесоюзного старосты Калинина и уголок Ленина, в котором, кстати, представлены фотографии его личного секретаря, Рязанки Лидии Фотиевой. Сопровождает просмотр экспозиции кадры хроники. Выставка «Революция 1917» будет работать в здании Дворца Олега до конца апреля. Редакция телекомпании «Город» поздравляет всех телезрителей с Днем космонавтики. Я же прощаюсь с вами до следующих выпусков и желаю вам всего доброго. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО ВТБ-24. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО ВТБ-24.